В копилке его заслуг – вице-чемпионство Европы по боди-арту, работа официальным визажистом недели высокой моды, создание школы макияжа и собственного косметического бренда. Феликс Штейн успешен в разных стилях мейкапа, но все же особого внимания заслуживает креативное направление, которому и были посвящены два из трех дней его пребывания в Челябинске. Для искусства это вещь новая. В мире визажистов креативных не так много. И я сейчас делюсь своими наработками, своим видением, своей философией, чтобы креативный макияж. То, что спектр интересов визажиста может быть просто безграничным, начинаешь и осознавать во время подобных встреч. Именно здесь расширяются границы, а смелость становится одним из признаков профессионализма. Мы все делаем классический макияж. Классический макияж это хорошо, это правильно, но кроме классического макияжа есть очень много разных направлений, где визажист работает. И работа в модельных агентствах, и работа в рекламных агентствах, и шоу-программы, образ для балета, для оперы. Это все подразумевает себе креативный макияж. Сейчас у меня девушка была со взглядом стервозным, поэтому высокомерной. Я использовал этот момент для создания образа, который будет называться «Королевская кровь». А вторая, наоборот, девочка-девочка, юная девушка. То есть это нежная, возвышенная такая, ах, где-то витает в облаках. И поэтому по-другому используем инструменты, и по-другому какие-то мазки, и все по-другому. Два разных образований ставится в другой свет совсем. Модель тоже понимает, кто она такая. Модели тоже очень важны. 80% успеха – это модель. Я думаю, мастер угадал хорошо, и с чертами лица он подчеркнулся. Ну и, конечно же, свою душу вложил, креатив и видение. В таком образе я бы пошла на фрик-вечеринку или на хэллоуин, может быть. Ну что-то тематическое, связанное с подобным образом. Полет фантазии и уход от стереотипов относятся не только к выбору цветов и форм. Под этим Филикштейн подразумевает использование не только косметических продуктов. Потому что креативный макияж, он не очень зациклен на время. Он зациклен на состояние души, на какие-то эмоции. Но он не зациклен на время. Хочется, чтобы пройти работу, скажем, не один год, не два, а 100, 200, 300, 500 лет. Естественно, мы смотрим по тенденциям моды. Допустим, сейчас тенденция моды не использовать перья. Допустим, да? То есть моих сейчас работах вы эти перья не увидите. Сейчас идет мода, я работаю с кремообразными тенями, с кремообразными тонами. Поэтому сегодня показал в основном кремообразные тона. То есть, опять же, модная тенденция по нашему направлению в макияже. Я все это использовал. То есть в этом отношении, да, конечно, мы следим за модой. Но все равно стараемся, чтобы это были образы такие, которые не поддержаны времени. Боди-арт в какой-то момент стал самостоятельным видом искусства. Хоть это и направление подвержено влиянию моды, здесь в центре внимания все же авторский замысел, который прежде всего должен вызывать эмоции. Сейчас в Челябинске столько креативных проектов, модных съемок, показов. Поэтому те визажисты, которые пришли сегодня сюда, они будут лучшими. Потому что такого, как делает Феликс, не делает в мире никто. Ну кто у нас еще с мученкой людей красит и поливает подсолнечным маслом? Вот это фэшн и это креатив. Сейчас в Челябинске очень развито. Это стезян. Все девушки хотят найти себе фотографа. Естественно, для фотографа нужен образ. А кто образ создает? Визажист, стилист. И на самом деле многие вещи происходят как раз от использования... Особо интересные вещи происходят от использования необычных вещей. Таких как скотч и вот полиэтиленовые пакетики. Я как визажист, я в полнейшем восторге. Феликс умеет сочетать несочетаемое. Если кто знает колористику и цветовой круг, то он сочетает те цвета, которые по классической теории несочетаемы. Феликс дорабатывает образ полностью. Начиная от макияжа и заканчивая аксессуарами, прическами и бутафорией. Не все визажисты на это обучались и имеют какую-то практику. Так что это хороший и жизненный урок, и хороший опыт для будущей работы. То есть я говорю, что макияж может быть разным. По-разному можно его делать. И не надо зациклиться на какие-то формы, не надо зациклиться на какие-то правила. Дамы, зная правила, я сейчас показываю, как можно нарушать правила. Сохраняйте правила. Кстати, заряд творческой энергии в тот день получили не только визажисты. Фотографы и модели после мастер-класса также остались под сильным впечатлением. Ведь опыт, выходящий за рамки привычного, одинаково полезен для всех творческих людей.